Всем привет! Сегодня поговорим про тренды в планировочных решениях, а также как меняется квартирография новостроек и где искать идеи для УТП проектов. Это видео будет абсолютно полезным для застройщиков, девелоперов, строителей, многоквартирных домов, малых коттеджей, ну и больших, наверное, коттеджей, для всех тех, кто связан со строительством, а также для риэлторов, кто продает эти самые квартиры и дома, для инвесторов, кто инвестирует в недвижимость. Это доклад, который я готовил на Камский форум для специалистов по рынку недвижимости. Там присутствовали многие застройщики, риэлторы, в общем, было очень много народу, но еще больше не было, поэтому я решил записать видео. И тот, кто не присутствовал на этом замечательном мероприятии, у того есть возможность посмотреть это видео. 11-12 сентября проходил Камский форум профессионалов рынка недвижимости. И на этом форуме я выступал. Был приглашенным спикером, подготовил замечательную и полезную презентацию, которую сегодня я вам показываю. И если вы на моем канале в первый раз, то давайте я представлюсь. Меня зовут Иван Безруков, я дизайнер, архитектор, преподаватель, а также эксперт в планировочных решениях. Про дизайн я могу сказать, что наши проекты постоянно публикуются, выигрывают какие-то награды. Например, в 2023 году два наших проекта вошли в десятку лучших проектов России. По версии AdEvards это такой престижный конкурс. Но любой проект начинается с планировки. Это как фундамент для дома. Ведь по сути планировка это то, в чем мы живем. Это то пространство, которое вы, застройщики, строители, формируете, а риэлторы продают. И основа будущего дизайна это, конечно же, планировка. Поэтому делать их нужно исключительно хорошо. И сегодня в этом видео я буду про это рассказывать и доказывать вам, что планировка стоит вашего внимания, в нее стоит вкладываться. И ее просто необходимо делать так, как я вам расскажу. Итак, план моего рассказа следующий. Сначала я рассказываю про планировочное решение как инструмент продаж. И здесь ключевую роль играет сценарий жизни. Про это тоже я расскажу. Второе. Я расскажу про ключевые тренды в планировочных решениях. И третье. Я дам 5 советов, как прямо здесь и сейчас улучшить ваши планировки. Дорогие застройщики, риэлторы, ну и все, кто занимается недвижимостью. Кстати, я думаю, что это видео будет, конечно же, полезно для людей, которые ищут квартиры, меняют квартиры, которые их приобретают для инвестиций. Почему? Ну, потому что вы будете лучше разбираться с тем предметом, которым, собственно, вы занимаетесь. Ну, а если вы для себя покупаете эту квартиру, то вам сам бог велел посмотреть, чтобы не потратить впустую миллионы, которые вы планируете потратить на будущую квартиру. Начать я хочу вот с чего. Как клиент принимает решение о покупке квартиры? Первое. Это выбор локации. Согласны? Если да, напишите в комментариях. Потому что, может быть, у вас какой-то другой путь или какие-то другие знания по поводу того, как клиент себя ведет, когда выбирает квартиру. Ну, лично я, например, вел себя абсолютно так, как здесь рассказываю. Сначала локация. Почему? Ну, потому что мы выбираем то место, где нам удобно жить. Рядом школа, больница, садик, работа. Какие-то, не знаю, может быть, приятные локации, там, театры, рестораны и так далее. Короче, мы выбираем тот район, в котором нам хотелось бы жить. Второй шаг. Мы выбираем жилой дом, который находится в этой локации. Допустим, их может быть пять штук. И мы смотрим, насколько дом красив. Насколько большой двор или небольшой, наоборот, маленький, уютный. Насколько он ухожен, насколько он красив. Как выглядят мопы, места общего пользования. Какая концепция у дома. Что вообще предлагается. И в этом вопросе, надо сказать, застройщики большие молодцы. Они сделали гигантский скачок вперед. И сейчас, что не жилой комплекс, то прямо прекрасное все. Я называю это оберткой. То есть, это то, что мы смотрим, это вызывает у нас эмоцию. И вот на основании этой эмоции мы уже принимаем решение, что да, мы хотим в этом доме купить квартиру. Давайте выбирать квартиру. А что значит выбирать квартиру? Это выбирать планировку. И вот вам предлагают несколько планировок. Нате, вот выбирайте. Ну, то есть, вот такой путь мы проделываем. А вот с планировками, как раз-таки, большой пробел у застройщика. Я это утверждаю, утверждал и буду утверждать. И вот почему. Как в основном продают планировки? Приходите вы в отдел продаж, садитесь, сидит продавец, который вам выкладывает несколько планировок и говорит, вот это двухкомнатная квартира в 50 квадратных метров. Вот это двухкомнатная квартира 70 квадратных метров. То есть, идет продажа квадратных метров. Я утверждаю, что нужно продавать образ жизни, а не квадратные метры. Но вот сравните. Когда продаются квадратные метры, то выглядит это примерно так. Вот смотрите, кухня 15 метров. А вот у вас сколько? Ну, у нас сейчас 10. Ну, 15 же лучше. Ну, конечно, лучше. Тогда берем, да? Берем. Но потом клиент, попадая в эту квартиру, когда уже ключи получил, он очень часто остается недовольный, потому что в эти 15 метров он не может расположить кухонный гарнитур, диван, стол. Они просто туда не влазят. Окна не по той стене, стояки не в том углу и так далее. То есть, конфигурация не соответствует его хотелкам. Понимаете? И это потом превращается в проблему для продавцов. Ну, для клиента, само собой, это в проблему превращается. А для продавцов, потому что, ну, отзывы-то не очень хорошие получаются. И это проблема. А вот когда вы продаете образ жизни, это совсем другая история. Потому что вы расставляете мебель на планировке и рассказываете клиенту, как он будет проживать в этой квартире. Для этого нужно расставить абсолютно всю мебель. А не только кухонный гарнитур и сантехнику. Шкафы, диваны, кресла. Чтобы клиент сразу мог видеть, какого размера диван у него будет стоять в квартире. Вы мне скажете, Иван, так мы и так расставляем мебель. А я вам скажу, этого мало. Расставить мебель мало. Нужно расставлять мебель с учетом сценариев жизни потребителя. А для этого мы должны знать, для какой целевой аудитории мы делаем планировку. Но согласитесь, молодая пара это один сценарий жизни. А вот семья, где есть два ребенка, это уже другой сценарий жизни. А вот, например, холостяк, который работает дома, мужчина или женщина, это третий сценарий жизни. Взрослые люди, у которых дети уже разъехались, так сказать, выпорхнули из гнезда, это четвертый сценарий жизни. Ну и так далее. Для каждого сценария своя планировка. Поэтому необходимо предположить, для кого вы продаете, причем очень конкретно. И под это сделать планировку расставить мебель. Почему я об этом говорю с такой уверенностью? Потому что ко мне постоянно обращаются клиенты с планировками от застройщика, с просьбой переделать. И вот, что они говорят. Это слова клиентов, не мои слова. Это их боли. Поэтому для тех, кто смотрит, застройщики, риелторы, вот вы это услышите. Это говорят клиенты. Первая проблема у всех абсолютно людей, которые приходят, это нехватка мест хранения. То есть это ваша недоработка, что вы не продумываете достаточное количество мест хранения. Согласитесь, одежды сейчас у нас много, у всех. Ну знаете ли, аскетов очень мало, у которых трусы и майка со сланцами и больше ничего нет. Так ведь? А если учитывать регион, в котором мы проживаем, это холодный регион, Урал. Соответственно зимней одежды много, обуви много. А если вы живете не вдвоем, а семья, там два ребенка, три ребенка, то сколько же детской одежды? Представьте. Плюс игрушки, плюс книжки, школы, секции, спортивный инвентарь, плюс у кого-то туристический инвентарь, чемоданы те же самые. Где все это хранить? Вот это первое, о чем говорят клиенты. Приходя с вашими планировками, на которых уже расставлена мебель и вроде бы как бы даже есть шкафы. Есть о чем подумать. Второй момент, о чем говорят люди, нет мест личного уединения. И в частности нету кабинетов. Многие сейчас работают дома. Кто-то удаленно, кто-то просто дома дорабатывает или часть времени проводит дома за работой. Но особенно это касается тех, кто работает дома удаленно. Нет возможности в квартире, которую они купили, уединиться и поработать. Понимаете? И это становится большой проблемой. И этот вопрос нужно решать как-то сразу, на стадии, на стадии планировки. Хорошо, если у кого-то есть теплый балкон. Окей, он туда ушел, поставил стол и там спокойно работает. А если нет, что делать? Если нет дополнительной комнаты, что делать? Вот это на подумать. Конечно, мне сейчас многие возразят. Скажут, что да мы это все продумываем. Да пусть работает за кухонным столом. Да пусть в спальне на кровати. Ну и так далее. Это все понятно. Но еще раз, это не я говорю. Это клиенты говорят, которые ко мне приходят с вашими планировками, уважаемые застройщики. Опять-таки есть над чем подумать. Третий момент, который постоянно вызывает раздражение у клиентов. И кучу негативных слов. И сумасшедших речевых оборотов. Которые я не буду произносить на камеру. Дело в том, что когда вы предлагаете план с расставленной мебелью. Очень часто на этом плане мебель нереальных размеров. Маленькие раковины. Слушайте, у меня у ребенка в садике раковина больше, чем вы рисуете на плане. Я вообще не понимаю, это что у вас фетиш какой-то что ли? Вот откуда вы берете вот эти микроскопические раковины? Они на всех планировках абсолютно всех застройщиков. Удивительно. Вы рисуете маленькие стиральные машины, которые на вашем плане хорошо стоят. А в реальности так не будет. Плюс к стиральной машине, например, идет там сушильная машина. Корзина для белья, которых вы вообще никогда не рисуете. Понимаете? И это проблема. Вы рисуете маленькие диваны. Такие диван для гномика. А люди хотят нормальный диван. И когда они сталкиваются с реальностью, то есть уже с квартирой в реальной жизни, вот они в нее зашли, и они понимают, что они не поставят туда дивана, который бы они хотели. Ну то есть простой диван большой, а многие угловой хотят. И это огромная проблема. То есть по сути вообще это даже некий какой-то обман что ли, я не знаю. Может быть вы этого не понимаете. Ну тот, кто там девелопер, застройщик, то есть проектировщики-то должны же отдавать себе отчет, что они рисуют неправдоподобную мебель. Ну это даже просто как-то смешно. И когда клиент это понимает, он очень сильно расстраивается. И конечно, ну вряд ли он будет вас рекомендовать. А это очень важно, согласитесь. Четвертая большая проблема, это недостаточный размер зон, которые казались вместительными. То есть в голове у клиента происходит следующее. Он смотрит на план в отделе продаж. В отделе продаж ему говорят, да вы что в эту комнату все войдет, у вас все классно будет. И в голове у клиента все сложилось, он там как-то все построил. Вообще наша голова вообще все вместить может. Все диваны, все кресла, любой дизайн, все что угодно. Но потом в реалии оказывается, что комната слишком маленькая, и в нее не влазят все хотелки, которые хотелось бы клиенту туда вместить. Понимаете, вот в чем проблема. Поэтому прорисовка мебели в конкретных размерах, в вашем конкретном плане, это архиважно. Чтобы клиент был готов к тому, что он купит. Чтобы потом отзывы получить очень хорошие. Но, а если вы клиент, уважаемый зритель, то обращайте на это внимание, что очень часто от застройщиков вы видите мебель в нереальных масштабах. И поэтому прежде чем купить квартиру, делайте планировку. Или заказывайте ее дизайнерам. У меня есть такая услуга. Кстати, ссылку оставлю в описании. Обращайтесь, прежде чем купить, сделаем расстановку. И вы поймете, эта квартира соответствует вашим требованиям. Или нет, или стоит следующую искать. Сейчас я перечислил основные болевые точки, которые озвучивают 99,9% от всех клиентов. А надо сказать, что я с очень большим количеством клиентов общаюсь. То есть в течение года я делаю 100 планировок примерно. Это очень много. То есть в месяц по 10 штук. А теперь просто представьте, как было бы, если бы ваша планировка отвечала всем, требованиям клиента. Я вам расскажу реальный кейс, реальный пример, над которым я работал и менял планировку. Из обыкновенной от застройщика в нормальную. В такую, которая отвечает запросам клиентов. Для того, чтобы эта планировка отвечала запросам клиентов, нужно этих клиентов себе вообразить. То есть ту целевую аудиторию, для которой мы создаем эту планировку. И в этом реальном примере я представил, что вот для этой изначальной планировки, вот этой скучной, унылой и никакой, что эту планировку я сделаю для холостяка айтишника. Ну, либо у этого холостяка айтишника есть пара, то есть это молодая пара без детей. Почему так? Так, потому что этот дом находится в академическом районе города Екатеринбург. Там покупают молодые люди квартиры, а также там находится СКБ контур, где работают айтишники. Вот, и среди них много холостяков и девушек, и парней. Ну, вот как-то так. Почему я так решил? Потому что очень много их оттуда ко мне обращалось. Поэтому вот такой портрет я для себя нарисовал. И создал новую, другую планировку. Теперь давайте подумаем, что для этих людей, для этой целевой аудитории интересно. Им интересно современное, модное, открытое пространство. Ну, давайте так, пускай не модное, но, как сказать, вот нормальное, хорошее, которое отвечает требованиям молодежи. А какое у них требование? Ну, вот гостей позвать, потусить, похвастаться, может быть, перед кем-то. Да и самим, чтобы было приятно, не тесно, не тесно. Им не нужны вот эти зажатые комнатки. Им нужно раскрытое пространство. Поэтому все комнаты я сделал перетекающие. И с прихожей в гостиную, и с гостиной в кабинет, а дальше в спальню. Обратите внимание, здесь есть кабинет, отдельная комната. Конечно, кто-то мне сейчас напишет в комментариях. Кстати, пишите, не стесняйтесь. Здесь вы можете написать, что да как же так, какое расточительство. Ребята, это никакое не расточительство. Это запрос аудитории на отдельное место для работы. Вот вы представьте, вы живете в этой квартире один, ну хорошо, с девушкой. Вот вам надо поработать. Вы прошли в этот кабинет, закрыли откатную дверь, и вы уединились в кабинете, спокойно работаете хоть целый день. А ваша дама сердца спокойно себе занимается там на кухне-гостиной чем-то. Не знаю, кофе варит, телевизор смотрит. Понимаете? Пришли гости, или вы хотите общаться вдвоем. Раскрыли перегородку, и вот у вас кухня-гостиная и кабинет, это как единое пространство. Далее спальня. Хочешь спать, закрывайся. Хочешь, так сказать, перемещаться там, думать, значит, ходить туда-сюда, из угла в угол. Раскрыл все перегородки, вот ты ходишь. Но ты же никому не мешаешь, ты же один. Понимаете? Ну а если вторая половинка, ну окей, хорошо. Какая-то комната закрывается, и пожалуйста. Но это еще не все. Здесь я подумал, что было бы прикольно пространство раскрыть еще больше. И сделал стеклянную стену из кухни-гостиной прямо в ванную. Многие скажут, как так? А как я в туалет буду ходить? А как мыться? А как умываться? Я говорю, ну нормально. Если вы один живете, вот вы один. Вы представьте, вы один. Вам какая разница? Что стекло, что не стекло. Можно вообще перегородок не делать. Но в данном случае стекло. В другости придут, да? Хотя бы слышно не будет. Вот. Но вы моетесь, вы умываетесь. У вас светло в ванной. Вы, лежа в ванной, видите всю комнату и видите в окно небушка, солнышко. Понимаете? Это же другое настроение. Но не волнуйтесь. Изнутри сделана штора. Так что если гости придут и им нужно будет воспользоваться туалетом, они могут эту шторку, оп, задвинуть и ничего не видно. Зачем я это сделал? Я это сделал, чтобы квартира была не просто квартирой, а квартирой для удовольствия. Понимаете? То есть сейчас люди хотят жить для удовольствия. Хотят жить и наслаждаться жизнью. Ну посмотрите на молодежь, посмотрите, послушайте их разговоры. Ну послушайте, что им хотелось бы. Так или иначе, эта квартира сделана по сценарию жизни определенной целевой аудитории. И здесь я могу похвастаться, что эта квартира делалась по заказу Александра Матафаева. Замечательный человек, который продвигает проекты застройщиков. Эта квартира находилась в Академцентре, и вот здесь вы можете посмотреть видеоотзыв Александра. Для меня это очень ценно, потому что это высокая оценка от человека, который занимается продвижением и продажей новостроек. Понимаете? Кстати, к слову, таких квартир уже не осталось, насколько я понял. Согласитесь, что если мы с вами попадаем в целевую аудиторию, то такие квартиры продаются быстрее, а главное дороже. Хотя быстрее это тоже главное. Быстрее и дороже. Ну собственно, что и подтверждает мои клиенты. И это не единственный пример, когда я делал для застройщиков квартиры и потом получал отзывы, что такие квартиры продаются быстрее. И, ну, насчет дороже не знаю, но быстрее точно. Итак, какие выводы мы можем из этого сделать? Планировка это эффективный инструмент продаж. Даже в том случае, когда ваша планировка зависла, у меня такой кейс тоже был. Очень долго продавалась планировка в ЖК Макаровский. Это однушка большого размера, там 80 квадратных метров. И очень долго ее никто не мог продать. Когда я предложил продать ее для холостяка, который ведет там какой-то определенный образ жизни. То есть, ну, как-то не знаю, прислушались или не прислушались. Но в итоге она продалась холостяку. Ну, это женщина, для которой мы впоследствии, кстати говоря, делали дизайн. Великолепный дизайн получилось. Ну, так всегда получается, когда к нам обращаются великолепные и прекрасные люди. Понимаете? Ну и дизайн какой может быть для них? Только великолепный. Ссылочку оставлю. В описании можете посмотреть этот проект. Итак, выводы. Функциональная планировка это УТП. Уникальное торговое предложение. И да, ваши варианты могут быть удобнее и интереснее, чем у ваших коллег-застройщиков. И когда человек выбирает из 5, 3, 10, 8 жилых комплексов, он, конечно же, обратит внимание именно на вас. Именно на вашу планировку, если вы попадаете в целевую аудиторию и рассказываете им то, что они хотят услышать. То, что они хотят видеть в своей квартире. Отсюда второй вывод. Ваш продавец, ваш менеджер должен уметь рассказать про эту квартиру. С точки зрения сценария жизни тех людей, которые пришли, чтобы купить эту квартиру. Следующий вывод. Одна и та же квартира по одному и тому же старику может продаваться дороже. Потому что это уникальное предложение для конкретной целевой аудитории. И так как он найти такого варианта больше нигде не может. Вот я вам показывал пример квартиры. То он будет готов заплатить чуть подороже. Представляя, как он здесь будет гораздо качественнее жить с большим кайфом, чем в какой-то там комнатушке у соседа. Четвертый вывод. Довольный клиент приводит еще несколько довольных клиентов. Или делает повторную покупку. Зная, что никто кроме вас не может удовлетворить его потребности. Ну, по крайней мере, на таком уровне, как это сделаете вы. Это мы сейчас с вами представляем. Как могло бы быть, если бы вы делали такие классные планировки. Обязательно напишите в комментариях прямо сейчас. Заходите и пишите. На этом все. Всем пока. Да пребудет с вами муза. Классная планировка. Лайк поставьте и подпишитесь.